Это новая попытка движения жён мобилизованных, которые пытаются найти новую форму протеста. Понимаете, ведь протестовать традиционным способом, как обычно во всем мире протестуют люди, выходят на улицу, берут транспаранты, выступают, кричат в мегафоны, маршируют куда-то, демонстрируют своё количество и свои лозунки. В России это запрещено, за это сразу посадят. Поэтому люди вынуждены искать постоянно новые формы протеста. Допустим, во время выборов давайте выстроимся в 12 часов в воскресенье, таким образом попытаемся себя материализовать, продемонстрировать, что антивоенно настроенных людей в России много. До этого жён мобилизованных использовали только одну форму протеста. по субботам, если не ошибаюсь, да, по субботам они возлагали цветы, они одевали белые шарфы, белые шапки, отличительным символом является белый цвет, и возлагали белые цветы к памятникам погибшим в Великой Отечественной войне. Такая форма протеста, они её выбрали, потому что она, ну, вроде как безопасная, да. То есть формально обвинить человека, который пришёл возложить цветы к памятнику монументу победы, нечего предъявить, да. Ну, строго говоря, а что такого? Ну, президент постоянно говорит, так сказать, мы наследники тех героев, надо их чтить в память. Ну, для Путина это вообще фетиш, да, та победа 45-го года. Вот. Поэтому они ищут такие формы протеста, которые позволяли бы им, с одной стороны, прикрыться от преследования со стороны силовиков, но, с другой стороны, каким-то образом себя материализовать. Ну, вот одел белые шапки, да. Если много людей в белых шапках пришло, то вроде как, значит, у нас, значит, ну, нас много, да. Считайтесь нашим требованием. И вот новую форму они попробовали, это вот первый раз. Это стучат, ну, чтобы люди прям даже никуда идти не надо, просто на балкон выходишь, да, берёшь кастрюлю и ровно там в 17 часов, если не ошибаюсь, да, начинаешь стучать в кастрюлю свою пустую. И, значит, если много людей будут стучать, условно говоря, если все российские города в этот момент звенят, это значит, что требования, которые высказывают эти жёны мобилизованных в своём телеграм-канале, значит, вернее, два телеграм-канала у них, у них очень интересная история, там, значит, первый их телеграм-канал был помечен руководством телеграма как фейк, вот, и они создали дублёр. И, значит, они, если вот там все российские города звенят, да, то мы, значит, те требования, которые изложены в нашем телеграм-канале, ну, поддерживаются обществом, популярны в обществе, вот. Ну, то есть они пытаются привлечь на свою сторону людей, которые, с одной стороны, недовольны тем, что происходит в стране, а, с другой стороны, не настолько храбры, чтобы пойти в субботу возлагать цветы публично на улицу выходить. То есть, извините, кастрюли там стоя у себя на балконе не так страшно, как, значит, идти куда-то там, где милиция. Их же там постоянно задерживают даже вот в момент такой безобидной, казалось бы, акции, как возложили цветов. Вот. В общем, ну, акция, с моей точки зрения, конечно, нельзя сказать, что она была массовой. Вот. Ну, тем не менее, видно, да, что там, ну, счет людей, которые в стране стучат кастрюлями, ну, вот, на сотни там, наверное, идет. Да. Ну, вот они сказали, что будут делать эту каждую субботу. Может быть, со временем есть шанс, что число этих людей увеличится. В принципе, у недовольных россиян сейчас не так много поводов для, вернее, не так много возможностей выразить свое несогласие с происходящим. Поэтому есть основания предполагать, что многие из них захотят хотя бы в такой форме выразить свое недовольство. Вот. Недовольство с помощью звука. Да. Можно говорить о том, что вот эти вот протестные акции, они сворачиваются, да, или нет? Это неизбежный спад, который я прогнозировал еще вот в тот момент, когда, значит, вся Россия выстраивалась там в очереди на Надеждина, да, потом там на похороны Навального огромное число людей. Вот. Ну, я уже тогда говорил, что это неизбежно, что после победы Путина у оппозиционеров опустятся руки на какое-то время, а все равно будет ощущение разочарования, что вот все равно, ну, человек, как бы он не понимал, что разумом, на уровне разума, что мы Путина не свергнем, человеку в глубине души все равно свойственно надеяться до муспирастера. И поэтому это такое ожидание, знаете, какого-то чуда новогоднего года. Ну, может быть, как-то вот так случится, что он не переизберется. Вот. К тому же, ну, там были оппозиционеры, которые говорили, вот, давайте там, значит, все на участке, там, проголосуем за Дованкова, а вдруг будет второй тур, чем черт не ошибся. Ну, вот люди надеялись, и после того, как надежды не сбылись, ну, это всегда так бывает, это, значит, проблема завышенных ожиданий, так называемая. Вот. Тогда и всегда приходит разочарование, опускаются руки, значит, все, вот, надежды не сбылись, и зря старались, плеть и обуха не перешибешь. Этот спад неизбежен. Любая потерпевшая поражение революции на какое-то время ведет к торжеству реакции. Ну, это вот точно так же, как это можно было предсказать, значит, несколько месяцев назад, что это будет. Точно так же легко можно предсказать, что это временный характер у нас эта история. Я думаю, что, ну, месяца два максимум. Да, потом будет повестка меняться, будут появляться новые поводы для недовольства, они, строго говоря, уже появляются. Вот. И про старые поражения забудут, и все по новой будет. Пытаться найти формы, новые формы протеста. Поэтому вот я и говорю, что, в принципе, я не исключаю, что если других вариантов не будет у оппозиционеров, не появятся они, не придумают я ничего не знаю, то вполне возможно, что они так, значит, на каком-то этапе стучать в кастрюлю будет очень много людей. Потому что, ну, строго говоря, надо понимать, что войной недовольно большинство, понимаете. Конечно, большинство, нельзя сказать, что все они, вот это большинство россиян, там, принципиально антивоенно настроены. Нет. Принципиально антивоенно настроены были с самого начала, ну, по моему оценку, около третьего населения страны. А вот все остальные сейчас присоединяются уже просто потому, что они разочаровались, устали, они не видят никакого результата, соответственно, у них пропадает желание продолжать все это. Зачем нам этот Донбасс, этот Крым сдались, да? Вот. Поэтому им бы хотелось, чтобы все это поскорее завершилось. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова